Венец творения Всеблагого для Богом созданной земли Из праха, вызванной по слову, указом жизни и любви. Люби подобие и избрание, в чем непреложность, Мощь и власть неповторимого создания. К концу вершины мироздания велением Божьим создалась Душа Адама, благодати, и мощью жизненных объятий Зажжен светильник, первый взор, и пение звезд, Хваление гор, творец, творение, радость века, Всеобщий шум, поющий хор, вступление в жизнь человека И ликование простор. Сияние славы Херувима, служащих Господу миров, Восторг божественных сынов, волною царственной нахлынул. И солнце, яркий, теплый свет, чем юное счастье мир согрет. В великий день и славный час звучит благословение глаз. Сия земля в твоих руках, плоды ее твоя из пищи, Твое владение и жилище в ее просторах. В сих словах власть человеку была данна, Судьба которого избрана для жизни чистой и святой, Была от самого начала, и сила света воспылала Цветущей царственной красой. Покой и мир. Адам и Ева. Ни патриарха в жизни древа. Плоды, приятный аромат, дарящий благость наслаждения. Ручьи журчат хрустальным пением, Цветы и солнце, светлый сад. И небо чистого высоты, в чьи необъятности летят Без опасений и заботы земные птицы. Их полеты в дни наши лишь печалят взгляд. Мы смотрим с болью через века На наших предков, чья рука, Зорвавшись древа плод запретный, Еще не дрогнула тогда. Мы смотрим с болью. Этот грех судить не смеем мы их дети. За грех свой только тот в ответе, Кто дар прощения отверг, Дар возрождения во свете. Из них двоих то знал тогда, Что вкус отравленной плода Не даст им силы сверхжелезной, Не даст ни жизни, ни тепла, Одно лишь знание. Хаос бездны такому знанию цена, Коль учит прославлять лукавых, Уста, который горький, Яд, вершащий смертность дней кровавых. Когда с мечом на брата брат Идет к чему такое знание? Оно ли нам несло добро? Ведь миллионы душ страданий Живут и гибнут все за что? За что сегодня слезы льет земля, Глядя на стон сирот? Зачем законы наших дней Под маской святости Людей в кавычках вонных и свободных Творят несчастнее животных? Едемский сад Что значит этот стон, Адам? Немного времени и вскоре Прольется кровь, настанет горе, Пойдет скитаясь Авраам, Згляни, Адам. Згляни через годы на муки Множества людей, Ты видишь, как за грех народа Пред Богом плачет Моисей. Возможно, ты услышишь стон, Ведь то, закованный цепями, Взывает Господу Самсон, Слепой, измученный грехами. Быть может, так же в раскаянии Услышишь сердцем, Как кричит слеза к Создателю Давид, Как с распростертыми руками И избитый до смерти камнями Народом избранным Лежит слуга Всевышнего Исаия. И когда наших дней Стенная плач Иеремии звучит, Взгляни, Быть может, в этот миг Через ослон тысячелетий Увидишь, как хлистают плетью Знаком тебе ли этот лик? Вглядись, Вглядись, и ты узнаешь В нем сына Бога, Кто тебя тогда позвал И посылая Единородного, Любя людей, упадших, Так же зная, Что бессердечно распиная Над ним жестоко надсмеются, И что придется отвернуться, Когда от боли умирая Воскликнет он Или, или, Адам, Ведь это стон любви, Ведь это краткая разлука Для сына самой жуткой мукой была Отсутствие отца. Ведь тот, кто был сияний славы, Хвалы небес конец кровавый, Принял тернистого венца, Прочедший акт коронования, До дна испивший все страдания, Вот кто тогда позвал тебя, Отдавший страшную расплату За то, что в грех войдя когда-то, С тоской ты шел в грядущий век, Вернись к нему, о человек, Зачем же в смерти даль уходишь? Без Бога что ты там найдешь? Когда ты наконец поймешь, Что в этой призрачной свободе Навеки в ада огн войдешь, Пойми, Адам, Ты плачешь, может, о слезы, Это боль души, Счастливый тот, кого тревожит, Проснувшись совесть частеши, Счастливый тот, кто в миг прозрения, Вздохнувшись, сбросит тяжесть, тление, Избравшись жизнь, любовь и свет, Счастливый тот, кто воскресенье Великой благости завет Найдет в Христа в целебных ранах, Кого опять едем ведет, Совсем не тем уже Адамом, Рука Творца, Счастливый тот. Все так же солнце над землею Сияет ярко, много лет, Даря тепло и жизни свет, И тихо, с нежной теплотою Звучит призыв людским сердцам, Вернись, вернись домой, Адам. Аминь.